МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы проводить здесь действительно такую умелую политику разъяснения местным бизнес-структурам того, куда можно вкладывать, инвестировать деньги в вашей области. Соответственно, мы, если нужно, готовы оказывать в этом содействие. Следующим мероприятием стало участие ульяновской делегации в круглом столе в торговой палате Стамбула. Стороны обговорили перспективы двустороннего сотрудничества в области малого и среднего бизнеса, промышленности и инвестиций. А корпорация развития предпринимательства области подписала соглашение с руководством торговой палаты о взаимном продвижении продукции предприятий на рынке обеих территорий. Мы знаем, что здесь есть и серьезные производства, которые мы заинтересованы привезти на нашу территорию. И, безусловно, есть партнеры, которые приобретают и импортируют сегодня продукцию российских предприятий. И мы привезли сюда ведущие предприниматели ульяновской области на наши каталоги, чтобы мы могли войти на этот рынок. Также Сергей Морозов провел переговоры с председателем Турецко-Российского делового совета, миллиардером и владельцем пивного бренда «Эфес» Тунжаем Азельханом. Несмотря на то, что в последнее время было применено очень много санкций, мы считаем, что они с течением времени уменьшатся. И деятельность между нами будет развиваться. Сегодня предприятие «Эфес Рус» является одним из основных налогоплательщиков ульяновской области, перечисляя в консолидированный бюджет в общей сложности около 2 миллиардов рублей в год. А общий объем налоговых отчислений за это время работы завода превысил 7 миллиардов рублей. Дарья Сударева, Новости Ульянской правды.